Всем привет! Сегодня 3 июля 2016 год. Меня зовут Таня, я из города Штуткарт, Германия. Сегодня хочу вам показать свою вышитую работу от Новослобода, предмет желаний, артикул НК4050. Здесь вышивка на нанесенном рисунке и вышивается в основном контуры. Это моя первая бисерная работа и я вам расскажу, сколько я ее вышивала. По моим записям я ее вышивала 14 дней в течение двух месяцев. Я решила для себя, что буду таким вот образом отмечать себе дни. В среднем я вышивала 2-3 часа в день. И сейчас покажу вам, что у меня из этого вышло и какие у меня впечатления по этой вышивке. Вот какого результата я достигла. Красочная, сочная и очень интересная. И сейчас я расскажу впечатление о ниточке, которую я вышивала. В одном из видео Новослобода написала мне комментарий, несколько советов, как можно улучшить использование нитки для вышивки бисером. К сожалению, мне это ничего не помогло. Я использовала кондиционер, я использовала также свечку, но у меня ничего не вышло. И я побоялась, что у меня останутся пятна от этой свечки, останутся какие-либо налеты от кондиционера или от свечи. Поэтому я не стала использовать в дальнейшем. И просто поменяла нитку на полиэстер. От Новослободы, по-моему, была катоновая ниточка, на бобиночке намотана. Советы, хочу сказать, Новослободе не помогли. Теперь хочу рассказать свои впечатления о бисере. Я вышивала контуры этой картинки. И самое большее мне не понравилось вышивать белым бисером. Так вот выглядит моя вышивка. Так задумано, чтобы все вот эти вот такие кривые контуры находились на этой картинке, чтобы выглядело немножко мультяшно. Было очень интересно вышивать. Посмотрите, пожалуйста, на белый бисер. Как вы видите, некоторый бисер идет бочонком, некоторый бисер идет тоненькими браслетиками. Вот, например, один из них. Как вы видите, вот этот вот ряд бочоночками идет. Или опять вот каким-то браслетиком идет. Хорошо видно, вот, например, вот на вот этой вот белой звездочке. Как вы видите, две бочоночки и одна идет вот таким вот тоненькими браслетиками. Конечно, очень жаль. Особенно мне понравилось вышивать бисером вот этим вот розовым цветом, перламутра розовым цветом. Очень красивый цвет. Рыбка поблескивает. На солнце она просто горит. Вышивка очень интересная. На этом материале было очень хорошо вышивать. Очень удобно. Мне понравилось. Я вышивала на станке. Я очень хорошо смогла натянуть этот материал для вышивки. Но теперь проблема состоит в оформлении. Оформление будет сложным, потому что это картинка 28 на 17. И на контурах этой картинки просто впритык нанесены вот эти вот обозначения. Потому что оформлять я хочу сама. В багетную отдавать мне не очень хочется, потому что это выйдет мне очень дорого. Но если мне не получится, придется ее сдавать. Еще, может быть, не получится из-за того, что я не смогла избавиться от вот этого вот изгиба. Этот изгиб получился при комплектации набора. Я никак не смогла с этим изгибом, с этой морщинкой справиться. Я уже и водичкой брызгала на изнаночную сторону. Гладила перед тем, как вышивать. Конечно, у меня не получилось. Потом я гладила под влажным полотенцем. Тоже ничего не получилось. Я натянула этот материал на станок. Подумала, может быть, это как-то исправится. К сожалению, со временем это никак не исправилось. Я не знаю, как еще можно побороться с этим изгибом в будущем. Но на этой же картинке, конечно, не получится. Из-за того, что уже нашиты бисеринки. Но я буду пробовать при оформлении. Ну, а теперь я вам расскажу о бисере. Столько бисер у меня осталось. Самое меньшее осталось у меня белого, черное, вот этого желтого. На самом деле, я боялась, что мне белого не хватит. Я некоторые звездочки вышивала другим цветом. То есть, вот этим вот серебряным. Также я боялась, что мне не хватит этого черного. Потому что я тоже из него выбирала более бочоночки. Я думаю, что упаковывали по одинаковому весу. Поэтому у меня осталось одних больше, других меньше. Но они очень все красивые, очень красочные. Здесь всего 15 цветов. И я думаю, что я смогу их использовать в оформлении или в превышивке крестиком. Оформленную работу я, конечно же, вам покажу, расскажу. Если у меня что-то получилось, значит, будет очень интересно. Если нет, значит, расскажу об опыте в немецкой пагетной. Но я буду все-таки стремиться оформлять эту картинку самостоятельно. Пожелайте мне удачи. А вам я желаю ровных бисеринок, ниточки без узелков, красивых готовых работ, любви, удачи, красоты. Оставайтесь креативными. Всем пока!